Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите о своей эмоциональности. Вы говорите о том, что малейшая ситуация может вести вас до слов. В принципе, в принципе, это свидетельствует о том, что вы довольно много себя сдерживаете. Довольно много сдерживаете своих эмоций. Они позволяют себе реагировать на некоторые ситуации так, как вам хочется реагировать. И, соответственно, сдерживать в себе такие чувства, такие эмоции, такие переживания, как, например, обиду. Как, например, болезненность определенного рода и так далее. Также то, о чем вы говорите, свидетельствуют о том, что вы не очень понимаете, что чувствует. Ну, вообще. То есть, вот, вы говорите, что вам обидно, вы говорите, что у вас наворачивают слезы. Вот. У меня такое ощущение, вы... Поправьте меня, если я ошибаюсь. У меня такое чувство, что вам как... вам как будто бы жалко себя. Поправьте меня. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я ошибаюсь, что вы говорите. Не знаю, что вы в этой ситуации. Или... или... Жалко кого-то еще, ну, например, оно становится жалко сестру свою, да? Следующий важный момент. Обратите внимание на то, что вы себя как будто заставляете. То есть мыть посуды, например, вы себя как будто заставляете сестру. Вам не хочется, но вы считаете, что важно. И вот это уже образ. Так. Так. Получается, что вы себя заставляете. Вот. Так. Так вот. Выходит. Такое ощущение, да, что принуждается сюда. Делать что-то, чего вам делать, может быть, не хочется. Не хочется. Вот. Ну и, собственно, вопрос, а не в этом ли тогда делаем? Понимаете? Понимаете? Понимаете, да? То есть чем больше вы эмоции раздерживаете, чем больше сдерживаете вы свои чувства, тем сложнее и тяжелее вам приходится в эту ситуацию, ну, в эту ситуацию. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду. Вот это примерно так и работает. Таким. 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 Примерный облак. Другой вопрос. Что вы хотите в этом делать дальше? Можно ли это исправить? Конечно, можно. Повторюсь вопросом, что вы хотите с этим делать? Или что вы можете с этим делать? Тоже такой вот важный, как мне кажется, момент. Вот. Понимаете? Да? Что я имею в виду? Что я имею в виду? А. Вот. Примерно. Примерно. такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своей практики и опыта, который у меня есть. Давайте, наверное, теперь немножечко подробнее рассмотрим то, что вы написали. С детства почти бы у меня есть неприятная привычка в виде излишней эмоциональности. Почему привычка неприятная? Ну, то есть, что в ней неприятного в этой привычке? Как вы пришли, если угодно, к тому, что привычка это неприятная? Я уверен, что как-то, как-то вы к этому пришли. Меня интересует, как вы к этому пришли, в первую очередь. Потому что не верю, что вы пришли к этому вы сами. Коллекцию как-то вас направили. Коллекцию. Понимаете, что я имею в виду. Что я имею в виду. Дальше. Излишни эмоционально. Излишни эмоционально. А как вы решили, что эмоциональности излишни? Ну, кто? Кто? Кто определён? Только где эмоциональности? Окей, а где нет? Кто это определён? Как там. Понимаете? Да? Да. Значит, вы как-то решили, что... Ваш эмоциональности излишни. Почему вы так решили? Дальше идём. Малейш, что это может уйти меня в два слова? А что это делает, малейшая ситуация с вами? То есть, слезы это внешнее реагирование. Это понятно. А что ситуация с вами делает? Какие чувства вызывает? Ну, например, вызывает ли злость, гнев, может быть, что-то ещё? Постарайтесь, постарайтесь, падать на эту тему. Это важно. Дальше. Так, эмммм. Здесь я, по-моему, не проголзаю, что потеряла спортивную форму боя, потому что мама на меня сильно накричит. А вот здесь уже вы говорите про свою маму. То есть, это невозможность себя защитить, получается. Рисит меня от мамы. Значит, когда мама на вас кричит, у вас появляется какая-то реакция на это. На маму, вероятно. Вот. Выражали ли вы? Или выражаете ли вы до сих пор то, что чувствуете? Ну, например. 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 Выражаете ли вы идеей то, как реагируете на её крик? Чем вас её крик? Как вы реагировали на её крики? На крики ваши? Да. Вам это было больно? Вам это было тяжело? Вам это было неприятно? Вам это было болезненно? Вот. Вас это задевало? Вас это... Вам это давало некоторую возможность почувствовать себя плохой и так далее. Теперь для вас, ну, например, означал и означает крики ваши малы. Например. Это тоже очень важный момент. Вот. Потому что от этого зависит, что как вы в будущем будете себя вести. Вот. Такая вот история. Здесь. То есть. Я думаю, что маме с мамой у вас остались болезненные моменты. Вот. И на которые вам стоит обратить своё внимание. Вот. Возможно, какая-то обида на вашу маму присутствует. Потому что вы, может быть, её себе запрещаете. Вот. То есть тут тоже есть нюансы. Сегодня случилось такое... Так. Сейчас буду сюда за собой в 19 летний возраст. И мне сейчас отправят на своё внимание. Это реакция на хик мамы, которую вы себе подавили. Сегодня случилось так осталось. Я после была непомерен, начала раздравиться сама по себе. Но в этой младшей стране была обиденно. Младшей трюс, соответственно. Это какие-то че... Младшей трюс, которые вы себе подавляете. Сюда стали посредо собой. Мне потом приходите иметь видео. Зачем? Зачем? Зачем вам убирать за свои, свои сестры? Вот. Для чего? Вам это делать. Но особенно если, там, условно говоря, не знаю, вы этого не хотите. Ну, 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 например. Да? Вот, например. Как приучить ребёнка к ответственности. Вот. Только через демонстрирование ему последствий его идеи. только через демонстрацию того, к чему он приведёт. Если он будет поступать определённым образом. Вот. Если этого не делать, то... Ребёнок так ничему и не научится. Вот. И, судя по всему, вы не можете сказать «нет». я, условно говоря, не буду делать за сестру то, что, ну, то, что касается, условно говоря, её напрямую. Вот. Это абсолютно нормально. Вы же, по моим ощущениям, пытаетесь взвалов в валютных СБА слишком много, и, конечно же, вам в том числе и из-за этого очень и очень тяжело. Дальше. Так. Залей по всему. Пришла сказать, что вы брали за собой. Вот. Видите. Сказать, что вы брали за собой. Но, согласно сказать, что вы чувствуете. Так. Да. Услышив от него вопрос. Ты не хотелось, например, разобраться. Я расставляю повтор. Мне уже начали наворачивать слезы. Нужно отстыдить, что это за чувство. Я понимаю. Причин плакать. Нет. Может быть, я смогу спокойно вести разговоры. Возможно. С другой стороны, было очень обидно, что на моей добыт у меня ответ. В чем здесь обидно, нужно разбираться. Я почистил себя ужасно. Из-за чего? Что слезы скрыть не смогла. Вы стыдитесь своих слез? Все, ладно. Так. Вот здесь идет обесценивание себя. То есть, ну вот, примерно с этими моментами вам нужно поработать. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.